Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Появилась официальная информация от разработчиков, когда появятся машины у нас в игре. Да, я, конечно, немножко опоздал с этой новостью на сутки, но тем не менее, я должен был снять это видео, потому что некоторые люди смотрят обновления только на моем канале. Ну и для тех, кто уже знал об этой новости, я постараюсь снять интересное видео, потому что мы сейчас подробно разберем новые скриншоты, разберемся, какие виды машин у нас появятся, освежим в памяти, как выглядел подъемник для машин еще полгода назад, как выглядит сейчас, в общем, думаю, будет интересно, поэтому усаживайтесь поудобнее. Итак, поехали. Информация по машинам. Уже 18 мая, то есть буквально через неделю, появится новая публичная бета-ветка с транспортом для всех желающих. 4 июня машины будут полностью перенесены с этой отдельной ветки уже на стейджинг-ветку. И полноценный релиз на основной ветке запланирован на 2 июля, если, конечно, все пойдет по плану. То есть на основе мы увидим уже машины буквально через 2 месяца, даже чуть меньше, а потестировать мы их сможем уже буквально через неделю. Ну а теперь переходим к более подробному разбору скриншотов, которые нам представили буквально недавно. Давайте увеличим, посмотрим на этот транспорт. Ну, как видно, это самый, наверное, бюджетный, самый простой в производстве вариант автомобиля, потому что здесь вообще ничего нет, только двухместная кабина и вот здесь в задней части находится двигатель. Все, больше никаких ни боксов, ничего нет. То есть это самый простой такой бомж-вариант для соло-дуо игроков для перемещения из точки А в точку Б. Следующий вариант. Тут у нас уже двигатель находится в передней части, в отличие от этого автомобиля. Но видно, что текстуры двигателя очень похожи. Ну, понятное дело, машины у нас будут компонентными, точнее модульными. Тоже двухместная кабина, но в задней части мы сразу видим, бросаются в глаза какие-то боксы. Скорее всего, туда можно будет складывать лут. То есть это чуть более продвинутая версия, в отличие от бомж-варианта. Ну и третий вариант, который на этом скриншоте у нас имеется, тоже двухместная машина. Двигатель видно, что он спереди, но он закрыт, видите, кожухом. Вот, и сзади вот такая платформа. Возможно, туда можно будет запрыгивать игрокам, просто становиться, как в Ченуке, например. Точнее, не в Ченуке, а в транспортном вертолете, либо на воздушном шаре, и так перевозить. То есть это такой бомж-вариант уже клановой машины, потому что тут уже явно можно поместиться больше, чем два человека, в кузов набиться, но никакой защиты тут нет. Эти машины явно отличаются от того, что нам представили где-то 6-7 месяцев назад. Давайте сразу посмотрим на тот старый скриншот. Вот он перед вами, видим, что практически ничего общего с тем, что было до этого. Вот он, кстати, этот вариант микроклановый, да, с этим багажничком. Вот бомж какой-то вариант, вот эта машина вообще с громкоговорителем. Ну, в общем, видно, что машины очень сильно отличаются, то есть поработали прилично. Конечно, некоторым людям могут понравиться и вот эти варианты, такие все ржавые, в стиле раста, но мне кажется, уже от этих машин не осталось и следа. Ну и сразу новый вариант, чтобы сразу почувствовать разницу. Но эти машины как-то повыразительные, что ли. Переходим к следующему скриншоту. Вот такой. На заднем фоне стоит вот этот бомж-вариант для соло-дуо игроков. В нем нет ничего примечательного, как мы уже разобрались. Нет никакой полезной нагрузки, только двухместный вариант и все. Сзади двигатель. А машина, которая стоит на переднем плане, она очень похожа вот на эту. Но у нее получается вот этот блок, где находятся пассажиры, смещен в середину кузова. Вот видите, спереди ярко выраженный двигатель и сзади маленький багажник. Здесь же, так как у нас какой-то двигатель объединен с кабиной, у нас получается увеличилась полезная площадь вот этой именно багажника. То есть, сразу понятно, что машину можно переделывать под свои конкретные нужны. Нужно больше багажника, пожалуйста, поставили другую кабину. Фары. Ну, фары тут какие-то присутствуют, какие-то отсутствуют. Переходим к следующему скриншоту. Здесь уже более продвинутые варианты. Сразу бросается в глаза вот этот многоместный микроавтобус. Можно посчитать, на какое количество мест он рассчитан. Раз, два, три, четыре. С того же ряда тоже четыре. Девятое, то есть девять пассажирских мест и десятое водительское. Сразу первая ассоциация, которая возникает, это некий вариант клановозки. То есть, вот эта корова, галя, как ее только не называют, транспортный вертолет. А это наземный ее вариант. То есть, десять человек клановых могут спокойно, с комфортом сесть, отстреливаться каким-то образом из пассажирских мест. Да, конечно, защищенности особо и нет, потому что верхняя часть у всех будет видна. Но, тем не менее, с комфортом достать это лучше, чем в кузове там ехать, в багажнике стоя. Далее, на заднем плане. На заднем плане тоже интересный вариант стоит. У нас, во-первых, четырехместная, то есть, с водителем четыре места у нас. То есть, достаточно вместительная машина, но сзади огромный баг. Для чего он будет, пока что непонятно, но есть предположение, что туда можно будет закачивать воду, например. То есть, перевозить соленую воду, пресную. Это вообще next level какой-то, если еще какая-то торговля. Караваны там в воду, какие-то засушливые места в пустыню везти там на опреснителе. Это, конечно, жесть. Но такого в Расте никогда не будет, потому что все только стреляют и рейдят. Но, как говорится, мечтать не вредно. Что у нас еще есть из жидких грузов? Ну, это, возможно, нефть и, возможно, топливо низкого качества. Ну, подсыпучие грузы вроде такой бак не особо подходит. Рыбу может какую-то в воде еще перевозить. В любом случае, какой-то ценный груз перевезти можно будет на этом машине, причем в большом объеме и с хорошей защитой. Потому что, как минимум, три места, ну, вместе с водителем четыре для обороны этого ценного груза. То есть, не двухместная машина. Сразу видно, что это другой тип машин. Он отличный от тех, которые мы уже посмотрели, потому что у него более длинная база. То есть, тут сразу прослеживаются четыре модуля, которые можно менять местами. Раз, два, три, четыре. И у этой машины раз, два, ну, тоже бак там разделен, три, четыре. А если мы посмотрим на эти машины, тут раз, два, три. И здесь тоже раз, два, три. Раз, два, три. А вот и вообще раз, два. Переходим к следующему скриншоту. Он очень интересный, потому что тут какой-то мини-броневичок. Вот эта машина будет, наверное, очень актуальна. Давайте ее подробно рассмотрим. Сразу бросаются в глаза, конечно же, вот эти бойницы супер защищенные. То есть, очень удобная машина для стрельбы. Непонятно, в каком состоянии там находится персонаж. То есть, он сидит, либо свободно ходит, как по платформе, как, допустим, по воздушному шару. Спереди мы видим, ну, дужку одного сидения, только спинку. Это пассажирская. То есть, возможно, спереди два места сидячих. А тут либо стоячие, либо тоже сидячие. Далее, сзади какие-то две бочки. Ну, вряд ли это бензобак, потому что слишком уязвимое место. Может быть, это типа емкости тоже для перевозки чего-то. То есть, аналог каких-то ящиков. Но сразу видно грязные такие колеса. Очень защищенный броневичок. И, мне кажется, это один из популярных будет таких транспортных средств. Потому что, ну, реально, даже вон видно, что... Ну, это, понятно, текстурки такие, как следы от пуль, от попадания. Супер защищенный. У него, скорее всего, будет повышенная прочность. Ну, и супер защищенность от просто рандомных пуль. Единственное, что я не понял. Вот это что-то торчит такое вообще непонятное. Фантазия, конечно, строит всякие. Тут и глаз как будто какой-то какой-то... Не знаю, пытался я понять, то ли это текстура неудачная какая-то, металла или что. Что это там находится, вообще непонятно. Ну, выглядит, конечно, очень внушительно так. И видно, что он короткобазный. То есть, вот буквально три модуля, скорее всего. Вот первый под двигатель, второй и вот третий. А теперь представьте, если будут еще вот такие вот средние модули. Я имею в виду супер защищенные. Представьте, теперь вот сюда все их поставить. То есть, задняя часть уже 100% можно будет ее, скорее всего, вот сюда поставить. А если сюда, 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 то супер защищенный какой-то вот корова получится наземная. Ну, может, конечно, такого и не будет. Ну, а теперь переходим, собственно, к подъемнику, где все наши машины и будут собираться. Давайте для начала посмотрим, как разработчики сделали тут гараж под все это. Сразу верстачки поставили. Не знаю, нужно ли будут эти компоненты чинить у верстаков. Либо как-то по-другому, либо просто киянкой бить. Собственно, видим, что ширина вот этого подъемника, она в аккурат под одну гаражку. То есть, тут еще почему-то две с двух сторон влепили. Ну, может, просто для воздуха, для пространства. Сразу видно, что помещение высокое, минимум в два этажа, потому что этот подъемник будет подниматься вверх. Давайте освежим в памяти, как выглядел подъемник буквально 7 месяцев назад, когда его только представили. Здесь мы просто посмотрим на саму механику. Сразу видно, что здесь подъемник в каком-то зачаточном состоянии. Вот эти вот две платформы еще, непонятно с чего сделаны машины очень старые. Но сам принцип, то есть мы на машине заезжаем на этот подъемник, нажимаем некую кнопку, она поднимает нам машину. В этот момент, скорее всего, у нас появляется возможность менять вот эти все модули между собой. Тут машинка еще такая маленькая, старенькая. Когда мы заканчиваем процесс, опускаем, я так понимаю, и спокойно выезжаем. Но тут от подъемника только одно название, видно, что вообще никакой формы и внешнего вида толком не имеет. Из подручных средств дело. Но в любом случае освежили в памяти. Теперь давайте посмотрим на современный подъемник. Сразу видно, что вот эти вот две платформы изменились, они уже сделаны более-менее нормально, качественно. Далее эта кнопка переехала вот сюда красная, то есть появился некий пульт управления, который стоит прямо рядом с подъемником. Если его приблизить, можно обратить внимание. Есть две кнопки, кнопочка вниз просматривается, треугольничек, кнопочка вверх, то есть поднять, опустить. Далее две лампочки каких-то индикационных, то есть зеленая сейчас горит. И, скорее всего, вот эта красная. И какая-то еще красная большая кнопка, что она делает, аварийный спуск или не знаю, пока непонятно. Дальше у нас тут стоит машина некая. Есть передняя часть, которую мы уже видели ранее. У нас тут пустое место под модули. И здесь уже появляются как раз-таки новые модули, которые мы установили. Кстати, вот этот модуль, я уже обратил внимание, он у нас появляется вот здесь. То есть это такой некий модуль пассажирский, где просто находятся два сидения. Вот здесь он тоже вставлен, видите. Его можно воткнуть куда угодно, тем самым расширив именно пассажировместимость. Сюда его здесь и поставили, а в заднюю часть у нас поставили просто два каких-то ящика для перевозки груза. Вот так вот можно посмотреть с задней части автомобиля. Тут находится у нас баг, не знаю, удачное, неудачное место, но попасть достаточно легко. Не знаю, будут ли они взорваться, машины. Обычно же баг там под где-то вот здесь вот, под днищем, так сказать. Но конкретно в этой версии машины он находится именно вот здесь, в задней части. Но в принципе это, наверное, все скриншоты, которые нам показали. Из них уже можно сделать много разных выводов. То есть сразу в голове представить, как это все будет примерно работать. Но самое главное, что разработчики уже полностью озвучили все даты, все релизы, то есть если все будет идти по плану. Немножко всегда удивляли люди, которые под каждым обновлением, которые вот до этого были, писали. Вот, обещали машины, добавляют всякую хрень, где машины. Но, допустим, я-то вижу, да, я вижу, что на протяжении нескольких месяцев каждый день, каждый день десятки твитов с изменениями по машинам. То есть там отдельные люди работают вот только машинами на отдельной ветке. И я эти все твиты вижу. Ну, просто их невозможно протестировать. Но я видел, что там несколько месяцев бесконечная работа ведется. И вот только сейчас, только буквально сутки назад, разработчики уже сделали эти скриншоты, озвучили точные даты. Это я к чему? То, что работа велась. Несмотря на то, что люди писали, вот добавлять всякую хрень. Еще раз повторю, не знаю, ну, может кто-то до сих пор понять не может, что каждым элементом игры занимаются совершенно разные люди. И, допустим, если, например, нам добавляют всякие там очки ночного видения, еще что-то, это никак не влияет на работу по машинам, потому что этим занимаются совершенно другие люди. Они занимаются на отдельной ветке и каждый день десятки твитов на протяжении нескольких месяцев. И вот, собственно, результат работы. Ладно, все, ребятки, на этом буду заканчивать. Пишите обязательно свои комментарии, что вы думаете по поводу вот этих новых машин. Нужны ли они Rastu? Хорошо ли это? Плохо? Какую вы бы себе уже машину, может быть, скомпоновали из этих модулей, сделали такой? Ну, конечно, мы еще всех модулей не видели, но надо будет уже пощупать через недельку, посмотреть, что это вообще будет такое. Так, а на старом скриншоте у нас тоже, да, это молоковозка есть, да. А вот тут прицеп даже есть какой-то, офигеть. Ладно, все, ребятки, с вами был Flash. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео.